Всем привет, всем друзья Блейдеры и друзья Блейдблейдеров, давненько у нас не было обзоров и сегодня будет обзор на Адскурс Ламандр от компании СБ, вообще много лет хотел этот Блей себе на обзорчик, коллекцию вообще довольно таки интересный, красивый атакующий Блейд, по сути он сбалансированный, то есть он и в защиту и в атаку может переходить, но так ли это и насколько он вообще в соотношении ближе к атаке или к защите, это мы с вами проверим сегодня. Давайте открывать, комплектация стандартная в принципе сбитка, волчок идет из трех деталей наклеечки и также пускатель, кстати говоря, хочу обратить ваше внимание, что здесь вот такие вот зубчики, то есть на право и левосторонний пускатель, хотя пускатель только левосторонний. Вот такой вот шнурик, как бы обычный, ничего очень необычного, на левосторонний пускатель идет, ну в принципе какая-то херовинка, главное, чтобы нормально запускалась в актерном ложе или примерно такой же лаунчер, только запускал он так себе, честно сказать. В любом случае будем запускать с ДБшки, так что здесь важно, коробочку откладываем в сторону, поставим вообще вот сюда, вот и будет и стоит. Давайте скрывать кашлятик, открывающийся, хобана, ну и три детальки. В общем, вот так вот у нас, так, давайте с диска начнем, вот такая вот двенашечка, блестящая, пока не потертая, но какая-то довольно легкая, мне кажется, что по сравнению вообще с другими двенашками, которые у меня были, это самое легкое, поэтому надо развесить. Вот нашел другую двенашку, кстати, вот эта вот прям блестящая, а вот эта вот, ну потертая уже и в времени, мы всем так, вешаем здесь 16,50 грамм, здесь у нас 16,38, немножко полегче, но на самом деле не так сильно, как мне казалось, похоже, 12 это просто сам по себе такой довольно легкий диск. Ну раз на то пошло, давайте сразу драйвер, сейчас подробно тоже посмотрим, 6,94 весит и слой весит 20,80, диск, в общем, ну ничего такого прям, он у меня был неоднократно, как бы доставался просто на халяву, так что, ну, вообще, диск как диск. А вот что интереснее, это драйвер и слой вживую, я их не видел никогда, видел слой саламандры, правда, от Галима и 3М, ну, получается, с не меняющимся слоем и уже сломанную, как бы, вот, здесь, по идее, должен, как бы, меняться слой, с чего начать, со слой или с драйвера, что рассматривает драйвер. Давайте начнем уже с драйвера, то есть здесь как-то устройство более-менее понятно, вроде бы, в общем, вот такой вот драйверчик, поближе просто показать, он уже сдвинутый у нас на атакующую, как бы, грань, то есть немного смещенный вбок. Как его сместить на другую сторону, так, это нам надо сейчас с вами понять, потому что, я вот, честно сказать, не очень помню, как это делается, но, похоже, это делается просто каким-то, просто надо его перетянуть в какую-то сторону, вот, сейчас он у нас в защитном режиме, вроде бы, все сирентовично, и можно его сдвинуть, оба, и он такой агрессивно атакующий теперь должен быть, наверное, я надеюсь, я все правильно делаю, это. Мы можем что-нибудь, конечно же, из того, чтобы сдвинуть, держим, но можем его немножечко сломать, покажите, я уже не понимаю, как он переключается, поздравляю, вы сломали драйвер, нет, вроде пока не сломал, ну ладно, будет на защитном пока поставить, и дальше слой, самая последняя часть, вау, такой красавенький, сам по себе черный, такой черно-красный, что ли, что-то уже у него тут где-то шевелится, может быть, так надо, может не надо, здесь вот какая-то защелка, наверное, ее надо щелкнуть, и тогда будет что-то меняться, поэтому попробуем, так вот, так не меняется вроде, вот так, оба, и он поменялся, и у него раз, два, три, четыре, пять, пять кончиков, пять штучек непонятных, ладно, дальше меняем хоба, и у него их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штук, то есть так у него вроде как защитный режим, а вот, не знаю, как, как я сейчас только что сделал, я забыл, а вот так, а вот так вот у него пять штучек, то есть это, по идее, атакующий режим, потом защелкиваем, и вот, ну давайте на защитном сначала потестим его, давайте попробуем собрать его, ставим диск, ставим, кстати, волчок левосторонний, ставим на него драйвер, и собираем, щелчки слабенькие, можно было и помощнее, но, плюс, конечно, поделка, в принципе, можно разобрать драйвер, и растянуть пружинку, вот такой вот, ланцем по себе, вау, красота, прям красивый, и все так, прям красивый, сочетание цветов, просто мне по душе, сейчас даже наклею наклейки, и посмотрим, какой он с наклейкой, вот он без наклеек, а вот так выглядит с наклейками, ну прям вообще свеженько просто, и ахилленько, такой вот притчерик, да, я уже снимаю, господи, господи, с соперниками сегодня будут, ахиллес, форнелус и феникс, вот такие ребятки, играем до двух очков на каждом режиме, сначала защитный, потом атакующий, по ахиллес, я ничего не меняю, никакие режимы, то есть, пусть как есть, он и так, он нестабильный, поэтому не слишком стоковая, херовина, и фикусы, пикусы, ну на защите, в смысле, сейчас будет, у нас саламандра, саламандра получает одну очко, это вот трясется, с учетом камера, прям, стол трясется, потому что, ну и вот, в принципе, саламандра неплохо покручает энергию, но опять же, саламандра нестабильна у нас, хотя, один-один счет, торопился немного с выводами, ну и выбивание с рингом, это еще не конец, меняем режим на слое, а также на драйвер, опа, раз, нос, счет 1-0, очень интересно, прям, прошел бой, как-то быстро, прям, ну, потому что саламандра прыгает, как кузнечик, ну, первый вылетает ахиллес, поэтому победа за саламандр, саламандра на защите, против фортнолса, стандартные детали, погнали, ну, саламандр, конечно, будет, тут уже, не знаю, но мне более интересно, конечно, как он себя на атаке поведет, саламандр, так, потому что, ну, как-то на защите, в должности, довольно-таки предсказуемо здесь, то есть, я больше топлю, конечно, запорнулся, но хотя саламандра тоже, да, вот, может повидеть, как оказалось. Такой защитный бой, смотрим, ничего особо примечательного, и вот, вообще можно комбинировать, по сути, сделать атакующий режим, но на 10-ти крыльях, и на 10-ти крыльях атаку сделать, ну, то есть, вот, ну, и в итоге побеждает саламандра, кстати, неплохо, скорость забирает, на самом деле, что использовать противника, ну, за счет своих вот этих зазубрин, прям, очень классно, блин, там, вообще симпотненький, охеренный, блин, надо с ним поделать просто офигенных фоточек, если еще заходите в телеграм-канал, обязательно, там фоточки красивые выходят, и все, ну, отдельный телеграм-канал создал уже для котел фоточек, ну, туда они тоже выйдут, теперь на атакующем режиме. Ну, кстати говоря, раньше прям саламандра очень хорит, то есть, вот, еще во время ее выхода где-то, саламандра прям так очень плохо они отзывались, потому что говорили, что и атакующий режим бесполезный и тому подобное, но я думаю, о чем вы ожидаете, типа, вот вообще вейл, который именно нестабильный сам по себе сделал, на атакующем режиме, то есть, вот, он сам по себе нестабильный, но вот как показывает практика, вот даже сейчас сражали, причем это, ну, это такая раскип-уфорная, вот это не какой-то так, и это бей как раз выхода времени, вот, с этим, то есть, они сбалансированы, и выиграть этим, этого вполне возможно, ну, и как бы этот, ну, может быть, он, конечно, поимбовь его, что-то все, но саламандра вообще прикольная, если что, защитный режим, конечно, более имбовый такой, но, как бы, атакующий, он непредсказуемый, то есть, против каких-то противников, которые однозначно выносят саламандру, здесь саламандра просто может, ну, у нее появляется шанс еще один, просто на рандом выиграть, как бы, такой рандомный шансик у нее, просто победить. Ну, и вот, Форнус проигрывает, я даже не ожидал, честно. Кстати, я заметил очень интересную деталь, здесь как будто бы какие-то заклепочки находятся, то есть, они болтики, и здесь два болта всего лишь. Последний бой с Фениксом, вот так, погнали. Феникс тоже один из таких вот боев, которые, как бы, в свое время были довольно-таки мощными, считались все, но не знаю, посмотрим, как саламандра вообще сейчас пойдет. Нет, просто раньше прям в этом СИ увидели во всем, Феникс, Агеркулесах, как сейчас будет, ну, в сравнении в этих же сезонах неизвестно, вот сейчас ничья. Все настолько неоднозначно, то есть, сезоны были сбалансированы довольно. Даже вот эти вот имбовые бэи не такие имбовые, как, оказывается, были. Как-то себе сбаланс, немного Феникс ведет, не понимаю, почему. Типа, детали, все в порядке, не знаю. Может быть, рама как-то неровно фиксируется. Всякое может быть. Вот. Кстати, рама не слетает, ну, скорее всего, из-за того, что левая сторона противника, все. Ну, и это. Может быть, на атаке, я думаю, все должно измениться. И в итоге. Так, 1-0 в пользу Саламандры. Вот так, немножко по-люблому обоих теперь запустил. В прошлом раунде ему по-люблому запускал Саламандру, чтобы не потеряла сильно скорость между запусками. И вот. Сейчас запустил где-то обоих так. Скорость они особо не теряли. Теперь уже все максимально такой объективный будет, что ли. По итогу. Что-то 1-0 в пользу Саламандры. Сейчас второй отыграет, то побеждает. Ну, да, и все. И Феникс просто, ну, саморазрушился, так сказать, к концу боя. Не сказал бы, что прям такая лютая имба. Хотя раньше, ну, раньше, да. Почему-то считалось это сильным имбой. Но, опять же, не помню, чтобы Саламандра такой же имбой считалась. Хотя, почему бы и нет. Может, я что-то путаю, что-то не помню. Но сказать точно я не могу. О чем вообще речь? Что имбовых частей боев было довольно-таки много. Помимо вот этой вот базовой, как бы, ниши Фениксов с киркулесами. На атаке, конечно, я думаю, шансов маловато будет. Все-таки атака и такой нестабильный вариант, очень нестабильный. Ну, да, так и получилось. Вау, ну, это красиво, конечно. Поинтереснее, чем просвет вынослить бои. Прям интересно немного выглядит. Ну, все равно как-то слабовато получается. Сейчас попробуем посильнее запуск делать Саламандра. Может быть, это... А запуск, азовите. То есть, если смочь... Может быть, пускалки, кстати, раньше тоже слабее были же. Сейчас дбшки запускаю. И это... А вообще, вот, типа, вполне логи, вот, взял, вынес Феникса просто с ринга. А ринг, кстати, тоже старого, стандартного типа, поэтому вот такой вот эксперимент провели. То есть... Вообще, Саламандра спокойно может Феникса побеждать. Спокойно может побеждать Фурноса. Ну, с Ахиллесом и так все понятно, но... Вообще, пейчик прикольный. Короче, вот такое вот ностальгическое воспоминание по старым боям, старым героям Бейблида. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, заходите в описании. Всем до скорого, всем удачи. Всем пока.